то есть между нами с вами никто свечек не держал а это 100 долларов всего лишь за каждые 7 минут вот не люблю эти штуки вот прям вот черт все да вот так да какие еще цифры бывают я не французская проститутка как выяснилось я хочу на 100 дней уйти без алкоголя ну после некоторых событий люди смотрят пишут когда они начнут бухать всем привет привет друзья сегодня на канале морсклуб очередной ролик вы посмотрите спасибо что включили и мы сегодня поговорим о категориях напитков люди любят все систематизировать ну да всем нравится сравнить всем нравятся категории напитки принципиально поделили на две категории алкогольные и безалкогольные категории алкогольные разбили на несколько категорий слабоалкогольные крепкий алкоголь слабоалкогольные разбили вино пиво что там все коктейли и крепкие напитки пытаются тоже систематизировать ну давайте сегодня поговорим о систематизации на напиток под названием торрес что такой торрес вы знаете сейчас мы с вами разберемся но одному в кадре мне всегда как-то некомфортно и скучновато пригласил специально на этот ролик гостью который многим зрителям очень нравится все вы знаете ее зовут люся давайте попросим люси отъедешь практически пришла слева справа сюда в уголок что никто не полок усаживаемся представляешь какая наглая какая наглая я не про кошку кошки такие ну вот ушла видишь это это была фифа кто ее помнит по старым роликам ты про себя это люси люси моя старая 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 подруга вернее подруга нашей семьи и сегодня на город я хочу в пятницу что хочет жить в пятницу вашему обществу да хорошо спасибо тебе большое и так бренди бренди брендим у нас сегодня на обзоре торрес десяточка вот как ты думаешь что такое цифра 10 на эту бутылку первое что приходит в голову это возраст возраст первое что приходит в голову к женщине что нет коротко вообще что такое бренди и что такое коньяк принципиально я толком не знаю я знаю что то где-то очень похожие даже технология похожая но смысл только в том что называют в определенном месте коньяк во всех остальных местах бренди а так все то же самое во франции там есть коньяк провинция да да есть и гасконь там где делают мушкетеров да и арманьяк гасконь и делают маньяков почему маньяку арманьяк не дартанья там делают армоники в горсткой в районе сша там делают коньяки а во всей остальной франции делают бренди все дело в том что технология коньяков настолько строга во франции что она прописана законодательной в законе прописано как что когда какие сорта виноградов когда собирать когда дистиллировать и сколько градусов какие бочки с бренди гораздо все проще кто во что гораздо результат ну понимаешь результат принципе да получаем сейчас попробуем потому что я например бренди пила только очень очень давно когда был бренди солнечев бряк вот все его в детстве не в молодости но вот если в детстве почему-то его помню и мне казалось что бренди немножечко пожестче чем коньяк и не не такой сладкий но это вот такие вот у меня ассоциации я поэтому сейчас даже с удовольствием попробую попробуешь хорошо давай уберем втором торреса вообще торреса один из самых популярных вообще бренди в россии почему-то бренди не продается я стал задуматься про написан бренди нет тут не написано бренди давай оденем очки и будем искать бренди написано написано бренди да и госли наверно основание 1928 принципе скоро будет сто лет через несколько лет 7 что 7 лет и 38 градусов это для бренди нормально ну понимаешь я честно говорит тоже мне нравится когда чина пикерию чуть слабее с возрастом наверное старый таки покрепче слова покороче это в молодости сейчас напитки и длинные 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 и так торрес это торрес эта фамилия напиток носится фамилию своих создателей торрес очень распределяя такая распространенная фамилия у них в испании так давай кровать вообще смотри тут цифра 10 это не возраст ты можешь почитать что написано на контр этикетки вижу нас в очках раз маячки значит не вот не менее трех лет понимаешь циферка 10 она как бы говорит о том что просто категория напитка если на коньяке написано веска то там книги двухлетние и все если весу питом минимум четыре года если на бренде написано 10 это не значит что тут десять лет они давайте надеюсь чего не я не то чтобы очень интересно для меня это как бы совершенно не сейчас оператору покажи поближе раскрываем бутылочку да интересно ты говоришь на похоже на корону а это наверное сам торрес да 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 тут судя по всему да дозатор называют его кто называет рассекатель кто как его только не называют карла маркса в молодости да ты знала карла маркса в молодости тот еще был старик маркс не люблю эти штуки вот прям вот черт побери черт побери помнишь это что да помню вот так вот будем капать сегодня целый вечер что ли блин испанцы ну испанский бренди это испанский а там написано франция я даже как-то и не это ну давай найди слово франция бренди могут делать по всему миру интересно я же думала что франция бренди можно делать по всему миру вообще даже я у себя могу сделать но они его выдерживают бренди он бренди я не знаю они все равно он пускай бренди пускай будет он хотя очень похоже на женское имя красиво да значит я застал задуматься почему бренди не очень любят в россии оказывается есть такое слово сбрендить здесь вот сбрендить и выпить бренди а ты думаешь почему я даже сейчас не затрудняюсь ответить почему да ну потому что коньяк коньяк вспомни добрые советские фильмы выпейте я не пью читали в неделю отдел для дома для семьи врачи рекомендуют успокаивать нервную систему расширяет сосуды петель врачи рекомендуют снотворные в неделю для дома для семьи представляешь сколько просмотров тогда было фильм это в россии когда помнишь выходили нашем ссср один фильм выход фильма это был вообще наша молодость и тогда наверное коньяк и полюбили ну да и пара матьки это пока больше нюхать я буду рассказывать бренди торрес делают это опять же из белых сортов винограда но выдерживают методом солера такой темный из белых сортов получился его выдерживать в бочках он изначально конечно прозрачный как водка метод солера солер метод солера креодера так называемый метод солера кориодера делается так берется одна бочка в нее наливается напиток выдерживается какое-то время ну допустим один день ну пускай месяц пускай год ну берем ладно пускай вот ниже еще стоят две бочки когда проходит год из этих двух бочек сливают из одной бочки разливают две половинки в первую бочку заливает новый 10 лет проходит еще год из этой бочки заливают во вторую во второй ряд из второго ряда идет третий ряд это смысл солера то есть посчитать возраст невозможно то есть заливают постоянно заливают 1 бочка 2 бочки 3 бочки 4 бочки 5 бочек 6 бочек 7 а зачем может быть а если просто одна 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 нет и напитки постоянно смешиваются понимаешь этот старый ему заливают солера это слово смешивать солера вот надо посмотреть в википедии что такое солера помнились мешать это сами производители говорят что метод солера позволяет совмещать молодость и реальности силу молодых спиртов и мудрость спиртов выдержанных то есть как мы с вами подыграли Правда, к сожалению Ну ладно, шутка То есть цифра 10 на бутылке Торрес На коробке Торрес Это не возраст Это что-то А, пускай будет 10, пускай 10 красивые цифры, красивые Все? Да Вот так? Да А какие еще цифры бывают? Есть еще 15 Есть еще 15 Кстати А может быть они Вот 10 это когда на 10 этих разветвлений идет А 15 на 15 Вот одна, там две Нет? Я думаю Какая-то прогрессия получается Я думаю Там обычно бывает Один, три ряды Это что-то должно обозначать 10 эта цифра Они пишут Что возможно Здесь могут быть Десятилетние цифры То есть тут залили Ну это не точно Давайте Интересно Во-первых, очень темная Такая насыщенная Да Цвет, конечно, шикарный Я сейчас прям вот скажу Темно-красный То есть я сейчас Как бы пробую Как бы пробую Типа коньяка что-то Ну типа коньяка Пахнет совершенно не как коньяк О, наши зверьки То есть нет вот этой ванильки Наши звери Гоняются Друг за другом По большому счету Технологии очень близка К производству Очень красиво Очень красиво Ну вот эта выдержка Знаешь, такая Ну вот скажем Цвет не коньячный Почему? Коньячный более рыжий Мне кажется Коньячный выдержанный То есть допустим Я понимаю, я говорю цвет Ну есть же такой цвет коньячный Есть такой цвет Даже там краска для волос Да? Да Ну ладно Но это не коньячный цвет Это теней Что-то меня испугала Спиртозность, нет? Тебе в нос никак? Нет Нет Просто Как-то После Я бы спиртозность не плачу После воздержания В два месяца У меня любой напиток А кстати, вот я вас не спросила А вот вы уже месяц пьете получается? Ну нет Не месяц Ну я пью с паузами Как нет? С первого мая? А с первого мая? Да Сегодня же какое число? Сегодня же четвертое? Да, да, да Ну с паузами Но по-другому пошло После этой паузы Вот спиртозность Каждый бокалик я чувствую Даже когда чай пьешь Чай относится к категории Не алкогольный То есть там спиртозный цвет А пиво? Спиртозно дает Нет Пиво я не ее У нас сейчас дегустация Мы должны соответствовать Образу дегустаторов Так умничать Она есть спиртозность Но она не слишком резкая И не слишком пугающая Она есть Ну как и у всех Любых крепких алкогольных Кстати, я хочу на 100 дней Уйти без алкоголя Ну после некоторых событий А, после некоторых событий После свадьбы? Да, да, да А на свадьбе? После свадьбы Ну да, я думаю, вот хочу Вы решили жениться, да? Нет, женится Женя Женя, жениться Все как положено Ароматика Очень интересно Очень похоже на коньячный Потому что здесь я чувствую Нет ванили Ванили нет Вот это может даже плюсом пойдет Я сейчас скажу еще по сладости Все пьем Все пьем Люся, пятница Время уже пол восьмого Мы с тобой все еще раз Люди смотрят Пишут Когда они начнут бухать? Осидание праздника Всегда лучше Да, это я знаю Я пью Да Мне все мало Я пью одна А муж мой в море Пускай его смоет волна Я бы даже сказала Не волна Другая рифма там Ну ладно Пусть волна Пусть ее будут звать волна А ее? Хорошо Ну а что ж Он же все-таки Ну это похоже на коньяк Это очень похоже на коньяк Который я пила Ага Это более насыщенно по своему Консистенции Консистенции именно Это не слишком спиртозно Я не воздерживалась два месяца Да ладно? Ну я не очень часто употребляю крепкие напитки Крайне редко Очень крайне У меня вот винишка Девушка винишка Вот Но мне это нравится В общем-то Это нет приторной сладости Как в коньяке В некоторых коньяках бывает Вообще неплохо Неплохо Совсем неплохо? Ну по всякому случаю Намного лучше Чем слой, чем бряк Ты пила Слой, чем бряк? Кроме этого бренда Я больше не пила Никакого Да? Ну, повторяю тебя Это было знаете когда? Это было времена Моей мятежной юности Давай-ка Вставляю Про юность? Да, и про юность Бутылка чисто коньячной формы Что значит коньячной формы? Я не видела ни разу коньяк в зеленой бутылке Да и не по зеленой Я про форму бутылки А, форму все Да, форму бутылки Но она немножко вытянута И как бы тут Семесь формы коньячной И винной бутылки Да? Вот здесь вот Дизайнер хорошо работает Нас очень часто с вами упрекают в том Что мы больше Триндим? Триндим чем пилдим? Да, чем рассказываем А, ну да, давай пихать Нет, чем рассказываем А напитки Я поэтому хочу как можно больше Рассказать о своих ощущениях Давай-давай-давай О ощущениях дилетанта А вы рассказываете о профессионалах Я такой же профессионал, как и ты Ну не Болеть Я думаю А, болеть Никакой А все-таки в области балета Мы впереди планеты Все Я еще раз хочу сказать Что это очень похоже на коньяк Но здесь не присутствуют Некоторые вещи Которые в коньяке Например, отпугивают Вот этот ванилька Сладость Здесь этого нет И это очень даже Мне кажется Для каких-то Ну если ты сравниваешь С вами Брутальных мужиков Вот это уже с хорошим Для брутальных мужиков Возможно это То есть Но Слынчев бряг Он обжигал Все горло А здесь этого нет Слынчев бряг Это Болгарский Ну и что Филипп Киркоров Тоже болгарский Тоже не значит Ну ты же его не пьешь Нет Я даже его Не слушаю Да ты не любишь Филиппа Киркорова Да вы не умеете его готовить Что я могу сказать За 1300 В принципе Очень отличная цена Лучше купить Вот этого Чем какого-нибудь 20-летнего Старейшину Которые вот эти Есть такие Я знаю Все вот коньяки Вот почему тогда Старейшина Называется коньяк Сделанный на Дерибасовской Это страна Россия И нам все можно Тут можно все Да Мы можем Называться А франц Это же испанцы Нам можно все Это прям девиз Нам можно все Это же плохо Это Россия детка Неси-ка водочки Мальчик Ладно Боря скажи Я вам подарок Везу Водочки нам Принеси Подождите То есть Только в России Бывают коньяки И во Франции И больше нигде Ничего себе Правда Никогда не задумывалась Над этим То есть Бывает даже Российский коньяк Сделанный Различный Коньяк Это название деревни Как можно назвать Допустим Я из Тулы Родом Славится Тульскими пряниками Ну как можно делать Допустим В Бразилии Бразильский Тульский пряник Вот то же самое Смешно Он тоже Как российский коньяк Ну как может быть Российский коньяк Ну черт Ну ладно Я не буду спорить Я не буду зануть Так же как российское шампанское Ну и повторяй Мы с тобой Это уже говорили Очень давно Не верю Не хватает свечки За столом Здесь Да Вот сейчас Вот вечер Свеча Да Взгляд на Взгляд Свеча Это сразу Всякие ассоциации Со свечой Или свечку Не держал Вообще То есть Между нами С вами Никто свечек Не держал Ты знаешь Откуда пошло Это выражение Нет Честно Я сейчас задумывалась Я только Про другие свечки Подумала Какие Да неважно Очень интересно Которые в торт Тыкаются Скажем так В торт Втыкаются Расскажите Нет Серьезно Я знаю Игра не стоит свеч Вот это выражение Знаю откуда идет Ну да А свечку не держал Ну как объясни Ну там Они играли в покер Так И освещение И освещение было свечное И когда кто-то Там проигрывал Хозяин Когда призывался А хозяин Да И хозяин Когда у хозяина Сжигали свечи И когда Типа И он оставался Нифига не в выигрыше И он говорил Что эта игра Не стоила свечи Это мы Это что А свечку не держал Да Откуда это Есть одна легенда Давай по второму глотку За здоровье наших зрителей Спасибо Уже 22-го Кто за нами считает Да Кто за нами свечку держал Спасибо большое Что до сих пор смотрите Да может уже никого нет Никого нет Да и ладно Поэтому сейчас я расскажу Давайте В те старые-старые Далекие времена Когда часов не было Ну наручных Нарручных часов Вообще История Как бы наручных часов Очень интересна Но она Новая Когда часов не было Как можно было Засекать время Французские Проститутки О Стоя на улице Приходят Сколько стоит Свечка 7 франков Зажигали свечу Пух И Та-на-та-на-та То есть свечку держали Как отказалась Да То есть Сеанс Французских Проституток Это одна из легенд Я не знаю Может быть Слушай Ты тебя правда первый раз слышу Интересно Да Ты видишь какой затей Я не французская Я проститутка Как выяснилось Ну во всяком случае Ты не знаешь французский язык Вообще Ничего себе То есть она имела В своей горении Имела определенный Срок Да-да-да Вот именно свечка Ну как говорят Что от 7 до 12 минут То есть свечку не держал То есть свечка Ну есть теория Ну есть теория Что свечку не держал То есть опять же Она что-то с интимом Всегда это было связано Что-то такое Да-да-да Ну вот у них что-то было Но я не знаю Я свечку не держал Ну да-да-да-да Поэтому Ну ладно Ну ладно Ну ладно Ну и давай делаем Резюмируем наш Сегодняшний продукт Вот честно Я прям Он у меня Вот вы там Про классификацию говорили Он в мою классификацию Вообще никак не входил Мне нравится это пить Ну правда я бы закусила Честно Такой он достаточно Ты голодная Нет Я не голодная Она уже на приеду Что не приготовит По корме Олечка Конечно Она работает Нет Я к тому Что если вдруг Кто-то смотрит И думает Что же мне накрыть на стол Если я куплю этот бренд Ну нужно что-то Мне кажется Это не тот случай Когда сидишь Я бы сейчас персик Прям вот разломил Такой сочный Прям разломаешь Капли в капках Ты вот так вот Весь бы уделался Да вот это все Это уделаешься ты А я аккуратно Не пью вот так Нет Мне очень нравится Мне правда очень нравится Я кстати Очень давно не пила Крепких напитков По-моему еще С тех пор Как мы записывали ролики Я как-то не пила У нас есть Несколько роликов Можете посмотреть Да У нас несколько У вас прям много Несколько роликов Да Вот В одном из роликов Помнишь Мы обсуждали Есть ли у женщины Точка джи Помнишь? Ничего такого Ты что не помнишь? Неправда Такого не было Есть Есть такой ролик Да Пускай зрители Я говорила про точку джи Я тебя спрашивала А ты рассказывала А я что сказала Есть? Вот в роликах Пускай посмотрит Джи? Точно джи? Ну или Ну ладно Все может быть Как я написал Один из ваших подписчиков Так Пьяная баба Не хозяйка Вообще С своим словом Некоторым органом Да Ну я Вот оскорбилась И это не про меня Я всегда хозяйка Всегда? Всему хозяйка Так Резюмой привели Напиток классный Напиток классный Напиток очень приятный И ненавязчивый 38 градусов не чувствуется Честно Да? Я люблю слабый И он Не слишком сладкий Не приторный Он ароматный Очень ароматный Дорогие друзья Наш ролик затянулся Разговоры какие-то пошли Дурацкие Почему дурацкие? Кому-то нравится Нам с вами По-моему Только Все говорят Кильм для дураков Кильм для дураков Это тоже уже было Блин Все Пейте меньше Пейте Ответственно Пейте Много пить можно В хорошей компании Но мы выпили Я могу прийти В любую компанию Если вы меня позовете Слушай Ты хорош Это За каких-то 100 лайков Простой свечек Сейчас начнется Вот то есть Думаете Прям до такой степени Дойдет Ну моя свечка Кстати Не 7 минут Горит Гори Гори Моя А если Случилось А это 100 долларов Всего лишь За каждые 7 минут А Я понял Давай Это шутки Все было Люся Глубоко Замужняя женщина Заблуждается Да Никто Естественно 100 долларов Не заплатит Ну все Друзья Все Спасибо До новых встреч В эфире Ролик пожалуйста Напишите Витя Пригласи Люсю Я Хэштег Хэштег Витя Пригласи Люсю Все Пока Все Пока Спасибо Спасибо Всем добра Хороший напиток Стоит своих денег Все что хотели сказать Пока Субтитры 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 Субтитры